Здравствуйте, дорогие друзья и зрители! Меня зовут Оксана, и я рада стремительно приветствовать вас на моём канале Страна Мурляндия. И как всегда, я начинаю начинать! И начать мне хотелось бы с обзора нового видео Самбела Адамяна на его канале Савелий Ад. Ну и как обычно, я желаю вам приятного просмотра. Итак, поехали! Сегодня я сделаю обзор на видео, ищу квартиру, получите ответ о зов татуировки. Итак, едут в машине Колына да Волына, а точнее сказать Калинка да Малинка. С бобрами на лице, Коля читает комментарии зрительницы, а Самбел комментирует каждое слово. При этом Самбел говорит Коле, чтобы он не торопился и не читал всё вподряд. Ему же надо каждое слово оспорить и во всём доказать свою правду. Гладит своих три пера на голове и кричит, что у него никогда не было три пера на голове. Но лично на мой взгляд, смена парикмахера ему явно не пошла на пользу. Ну и так на каждом слове Самбел доказывал, что он не такой, каким его видят зрители. Но самое главное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это то, что человек за рулём постоянно разговаривает в камеру телефона, напрочь забыв все правила дорожного движения. При этом его верный Санчо Панца Коля постоянно показывает ему рукой, куда сворачивать. Почему показывать рукой? Да потому что Самбел не знает, где лево, а где право. Несколько раз Коля ему спокойно говорит, чтобы Самбел остановился и пропустил автомобиль. Самбел совершенно не знает, где главная дорога. Коле приходится ему это объяснять, постоянно показывая рукой. Теперь поверни вот сюда, это направо, а потом вот сюда, это налево. Вы можете себе такое представить? Сразу вспоминаются возмущения их подружки Юли, когда после поездки с Самбелом она рассказывала, что испытала нервный срыв и думала только как бы ей остаться живой. В итоге Самбел резюмировал, что в каждом слове сообщения зрительницы враньё, как будто это писал сам дьявол. На что я скажу, если хочешь Самбел показать брехливого человека, то посмотри в зеркало. Вот там ты увидишь самого большого брехуна на свете. И это не раз уже подтверждала твоя мать. Коль в этом сообщении не понравилось уже то, что женщина плохо написала о коте Томасе. Что он совершенно невоспитанный, постоянно ходит по столу, сидит на продуктах, помахивая своим хвостом, и в ус не дует. На это Самбел перебил Колю криком «Да ты на рожу её посмотри!» И тут они перешли на личность этой женщины и стали обсуждать, какая же у неё страшная аватарка. Но затем они, продолжая ехать в машине, стали звонить риэлтору и расспрашивать о квартирах, сдающихся на первом этаже. Самбел так и сказал, что хочет снять маме квартиру поближе к себе, в городе Коломые. А я бы и самому Самбелу настоятельно порекомендовала съехать с той квартиры, в которой он теперь живёт. Потому что в одном стриме Самбел показывал видео, присланные ему зрителями, доказывающие признаки наличия потусторонних сил. Когда Самбел вёл стрим, то за его спиною некое блуждающее световое пятно то опускалось сверху вниз, то появлялось прямо в комнате и исчезало в коридоре. Вот это, ребята, форс-мажор. Недаром, видно, хозяин квартиры её сдаёт. У Самбелла бродят призраки. А ещё Самбел рассказывал, как он слышал скрип на лестнице и шум на первом этаже. Он думал, что это Томас хулиганит и даже кричал ему. А потом смотрит, а Томас лежит рядом с ним. И тогда его так пробрал страх, что мурашки выступили по всему телу. И он даже показывал эти мурашки зрителям. А когда его мать, Татьяна Васильевна, приезжала к нему в гости и ночевала на первом этаже, ей тоже снились какие-то страхи. И она кричала во сне, думая, что эта квартира полна призраков. Не иначе. Ну а купит ли Самбелл квартиру, об этом мы узнаем в следующих его видео. А на этом его видео окончено. И закончен мой обзор. Ребята и девчата, спасибо вам огромное за внимание, за ваши лайки, комментарии. Я неумолимо желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и успехов вам во всех ваших начинаниях. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok